всех приветствую продолжаем рассматривать работы художников и описание к этим работам по книге великие музеи мира лукас кранах старший христос гефсиманском саду около 1518 года дерево масло 54 на 32 немецкий живописец и график лукас кранах старший представитель эпохи северного возрождения один из известнейших творцов своего времени с 1505 года он являлся придворным художником саксонского курфюста фридриха мудрого виттенберг я не только пользовался заслуженной славой став влиятельным бюргером но и был весьма успешен в финансовом плане последний факт позволил кранаху организовать большую мастерскую данная картина принадлежит к зрелому этапу творчества живописца этот сюжет также называет моление о чаши действие разворачивается гефсиманском саду куда христос вместе со своими учениками петром и яковом и иоанном они же присутствовали при преображении отправился для молитвы после тайной вечерей колено преклоненный иисус представлен в центре произведения с воздетыми к невы руками очень а если бы ты благоволил принести чашу сию мимо меня впрочем не моя воля но твоя да будет ангел изображенный в правом верхнем углу держит потир и крест как знак предстоящих сына божьего мог на переднем плане художник показал уснувших учеников на дальнем вооруженных римлян который ведет облаченные желтой одежды иуда держащий мешочек с 30 серебрянками полученными за предательство учителя помимо религиозных произведений в поздний период кранах создавал также картины на мифологические сюжеты постреты жанровые сценки при этом большое внимание уделял фону в данной работе пейзаж с его ярким закатом является предвестником будущих трагических событий вот такое описание к работы лукаса кранах старшего христос в гефсиманском саду написано около 1518 года описание по книге великие музеи мира пока пока до свидания всего хорошего